Прием-прием, здарова всем, с вами HillHertz. Идея этого видео появилась тогда, когда меня попросили попробовать заменить несколько свечей в клавиатуре. Клавиатура не простая, а некогда дорогущая Razer Black Widow с самой первой ревизии. Ну, я решил попробовать, а раз уж разбирать клавиатуру, то почему бы её максимально не зашумить. Ну а что из этого всего получилось, я вам постараюсь рассказать. Суть проблемы в следующем. Клавиша 2 разболталась до неприличности. Если потеребить её, то она начинала флексить абсолютно во все стороны. Дняв кейкап, стало понятно, что стэм в свече стал болтаться, как карандаш в ведре. Вторая проблема – клавиша W иногда или дабл кликала, или просто не регистрировала нажатий. Проблемы ясны, а самое простое решение, чтобы без заморочек, просто поменять сами свечи. Таких свечей у меня на руках не было, поэтому я не придумал ничего лучше, как просто поменять местами с каким-нибудь другим свечом на плате, которым редко пользуются, а на его место поставить тот, который есть на руках. Сказать легко, да не просто сделать. Разобрать клавиатуру не составило труда, а также добраться до самой печатной платы тоже. Сложности возникли на моменте выпаивания свечей. Полого отсоса у меня нет. Широкой иглы от шприца, чтобы изолировать ножку свеча, тоже. Приходилось долго и муторно убирать припой проводом, а потом поочередно надавливать паяльником на ножки свеча, а двумя другими руками осторожно тянуть за корпус свеча. С большим трудом выпаив первый свеч, я очень четко решил для себя, что заниматься этим делом больше необходимого я точно не буду. Поэтому в итоге свечи я не заменял, а просто поменял на другие, которые у меня были с китайской клавиатуры. Да, примерно так в этом рейзере появилось немного китая, ну куда деваться. После того, как я запаял свечи обратно на плату и в разобранном виде проверил работоспособность клавиатуры, я пошел собирать устройство обратно, предварительно запихав столько подложки для ламината, сколько только могло вместиться в корпус клавиатуры, без явного вреда и изгиба для печатной платы. Забегу вперед и скажу, что все это бесполезно, так как клавиатура громкая по другим причинам и шумка этого не исправить, но меня уже было не остановить. По предварительным тестам клавиша W не выказывала проблем, выходит проблема была именно в свече, а не в плате клавиатуре. Ну а двойка стала нормально стоять и перестала люфтить. Да, совсем немного изменился звук, однако теперь это исправно. Следующим этапом попытки обесшумливания была замена кейкапов на ПБТ пластик с использованием о-рингов, которые как раз доехали ко мне к тому времени. Ну и как вы можете догадаться, это снова не дало того результата, который меня мог бы устроить. В саунд тесте вы увидите, что я даже не стал менять все кейкапы, так как очень расстроился тем, что не удалось улучшить звук в должной мере. Заниматься стабилизаторами я не стал, так как сами направляющие сидели в корпусе очень хорошо и почти не люфтили, а смазку тут наносить особо то и некуда. Да и к тому же она будет очень сильно собирать пыль и волосы, а клавиатура не моя и мне ее скоро отдавать. Теперь предлагаю вам посмотреть и послушать на изменения. Если пытаться подводить итог, то вроде стало лучше, теперь нет звука стука клавиш. Остались только щелчки, которые как по мне весьма даже ничего. Вот таким образом пользоваться этой клавиатурой я мог бы уже точно. Надеюсь, что на видео разница будет хоть немного заметна. Примного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего и добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть, речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Примного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте пожалуйста в хорошие игры, всем добра.